Первая интересная вещь – это здание. Адрес выдан позже. Сердце здания – это старая башня, которая находилась на белой стене с 15-16 века. Потом сверху башню снесли, подвал остался, сверху построили здание. Само здание с 18-17 века. Сейчас заходим. Михаил, приветствую. Приветствую. Наш герой, который создал это волшебное место. По мере сил и возможностей. Таз, я тут случайно зашел. А он Сергей Ярцев. Таз, тоже поговорим с тем о рояле в кустах. Мы люди не местные. Ну, для тех, которые выросли в Советском Союзе, это, конечно, ностальгия советского прошлого и не только. Что можете нам рассказать? Ну, изначально хотелось собрать предметы, которые вызывают у людей ностальгию, воспоминания о каком-то детстве, о приятных каких-то вещах, которые, так скажем, в детство происходили. Ну, вот с этого все и началось. А дальше уже и современная история, и история вообще русская. Все, все пошло. Покажи, получилось все в одну кучу. Тут еще достаточно много трофейных вещей с СВО. Да, но вот уже, к сожалению, новая история. Да, да. Вон, плита, самосделка, бронь. Вон, броневик. Это уже другая история советская. Первая буква метро. Да. Это станция метро комсомольская? Да, станция метро комсомольская. А, социалистический предатель? Не я. Нет, 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 да не ты. Вон. Вот это. Горбатый. Если на тебя найдите очки. Ты не будешь не похожа. Господин социалист. Господин социалист. Самый богатый социалист в мире. Из программы куклы как раз на НТВ. Это с куколами? Да. Да? Они такие большие? Да. Я всегда думал, они маленькие какие-то такие. Блин, полного роста. Ну вот. Изюминка. Тут когда-то был пулемет для террооборонцев Москвы в 41 году. Так мне объяснили. Видно этот подвал, это был подвал башни. Сама башня, центральная башня вот. То есть это вот самая древняя часть. Угу. А это была часть, так что это не был подвал в то время. Это был первый этаж. Эффективно. Нижний ярус. Это нижний ярус башни. Вон какие, какой потолок. Такой старый хороший кирпич вечный. Не то что современный кирпич, который сыпется за пару лет. Вот настоящий кирпич. А тут вот стояли пушки. Ну конечно замурили там уже все, но тут пушки стояли. Вот это собственно часть 16 века. Такая достаточно сохранившаяся. А это люди, которые обидели? Да. Нехорошие люди. Французы? Или? Ну всякие. Там покопаться. Там туннель, который идет под улицу. Ну там все засыпано. И еще одна туннель, которая отходит. Тоже засыпана. Так. Извиняюсь. Показывал вам трубу. Туннель. Труба тоже хорошая. Труба тоже хорошая. По-моему она немножко более современная, чем башня. К сожалению. А в эту сторону? Это вот боевой ход. То есть вот он низкий такой. Раньше он был на таком уровне. Немножко его подняли. А вот это потолок одного здания. Который построили. Ну относительно да. И в 1914 году здесь был ремонт. В 1914. И вот они начали расширять коридоры. Начали. А коридор был уже. Вот этот коридор был уже. Этот был ниже. Этот был тоже скорее всего низкий и узкий. Потому что вот уже манье начали делать. Вот это вот потолок бетонный. Да. Видно бетон. Вот. Ну собственно вот дальше. Там бардак. Нашу перестановку. Там еще одна комната. Ручка. А этой двери 200 лет. 200 лет. Смотрите как стерлась. Вот. Какая тонкая стала. Вот эта стерлась. Да. За 200 лет. Это дубовые плахи обитые металлом. То есть такая замечательная дверка. Да. Зомби не пройдут. Американские я имею ввиду. А здесь нет. Все зомби только американские. Да. Здесь могут только быть непротрезревшие люди. Что гораздо хуже. Ну и вот. Самое интересное интернет тут очень хорошо работает. Лучше чем даже в моем доме. Так что удивительно так. Ну тут тоже это уже бетоновая. Ну нет. Это еще кирпич. Только 19. А. Да. Дом строился. Дом строился с конца 18 века. И. А ну да. Вот видно. Тут видно. Да. Но за основу дом взят. Это старая башня. Спины белого города. 16 века. Здесь у нас. Склад различных вещей интересных. Мы его называем дом забытых вещей. Здесь что-то из детства. Киношники берут. Многие вещи. Для съемок. Мы рад что ты пришел. Рад тут быть. Очень интересное место. Тут я думаю неделями можно копаться. И все время находить что-то новое. Ну а еще из-за крома есть то что мы не покажем. По видео покажем только тебе. Угу. Так что тут собираются. Тут и хорошее место как раз и снимать. Тут хорошее место на разные вечеринки. Там можно посидеть. Камин работает. Так что. Вот такое интересное место. Для любителей антиквара. Ну. Что можно сказать. Все здание антиквар. Так что. Очень интересно. Очень красиво. Для высоких людей это конечно смерть. Вот этот проход. Ну. Наши предки не были такие уж высокие. Стас. Я. Те кто кому интересно. Я оставлю контакты Михаила. И адрес. Так что можете связаться. И вот. Такое место. Волшебно. В Москве. Прямо под носом. Никогда не знаешь что в каком подвале. Находится. Волшебство. Волшебная Москва. В каждом здании. Такое. Такое. Богатое. Место найти. Ну. Ну. Вот. Что можно сказать. С Богом. Волшебое. Местоseason. Такое место. vapor?